МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Четверть сезона позади. Как дела на Востоке? Кто нацелен на кубок? Кто стремится в плей-офф? Кто стоит на вылет? И красавчик Лискобел. Пока обсудим все это с Дмитрием Ярыкаловым. Блогеры захватывают мир. Что такое выездной хоккейный дневник и кто за ним стоит? И, наконец, что это такое хоккей-терапия? Здравствуйте! Вы в Овертайме. Я Андрей Блохин. И сначала одна история. История о том, с чего начал Валерий Белоусов в тот сезон, когда пришел в авангард и сходу сделал его чемпионом. Итак, октябрь 2003 года. Герсонского сняли, Белоусова привезли в Омск на машине. Он вышел на лед. Тренировка. Минут пять Белоусов присматривался. Потом сказал одному защитнику, бросающему поворотом с большим замахом, но не особо успешно. Будь хитрее, сказал он. Не бросай сразу. Сделай паузу. Обмани их всех. Вот я. Неделю назад мог возглавить Хабаровский Амур. Я сделал паузу. И вот я в авангарде. В начале осени 2017-го паузу сделал Дмитрий Квартальнов. Он мог возглавить Нижегородская торпеда. Еще при губернаторе Шамсове. Но за время Квартальновской паузы Шамсове убрали. Торпеда стала проблемным. Пауза подошла к концу 4 октября. Квартальнов пришел в Ярославский локомотив. И это то, что ему было надо. Это все на Западе случилось. А что у нас на Восточном фронте? Король Востока. Прямо сейчас с большим запасом. Казанский Акбарс. Здесь вовремя определились с генеральным менеджером. Здесь доверяют главному тренеру. Здесь выстроена и главное работает клубная пирамида. Чего не скажешь о соседях и заклятых друзья казанцев из Уфы. Авангард не подписал Докосту из-за хронической травмы колена. Но по нашей информации топ-центр в омской команде скоро будет. Причем нападающий, подписать которого планируется, может сыграть как в центре, так и, к примеру, на правом краю нападения. Ждем. Автомобилист собрал хоккейных старичков под конкретную задачу. Задачу попадания в плей-офф. Нефтехимик при Назарове забрался очень высоко. Но надолго ли? Магнитка постарела. Да и на комбинате, как говорят, некоторые проблемы. Отсюда низкое место в турнирной таблице. Омоложение состава. Вот что нужно. Магнитогорску. Адмирал провалил старт. Но в последних турах вышел на график полтора очка за игру. А это уже график попадания в плей-офф. Где бы только вернуть потерянное на старте. Предположу, что за последнюю восьмую путевку от Востока в Кубок Гагарина в начале следующего года побьются резво начавший, но потом уставший Борис, подписавший очень хотевшего в НХЛ Никиту Никитина Челябинский трактор, ну и, наконец, Сибирь. Ну, как видите, я остановил сам себя на полусловии, сказав заветное слово «Сибирь». Все дело в том, что у нас в эфире прямо сейчас лучший специалист по этой команде в стране и один из самых ярких хоккейных журналистов России – Дмитрий Рыкалов. Дима, привет! Привет, Андрей! Что у нас с Сибирью? Во что играет команда? Какова концепция главного тренера? И, главное, попадет ли Сибирь в плей-офф? Ну, Павел Зубов постарался снять Сибирь с тех рельсов, на которых она была при квартальной лискобелке. Он летом сделал ставку на то, чтобы разнообразить игру команды, сделать ее более вариативной. Но пока в процессе перестройки Сибирь часто выглядит пассивно. И соперники ее перебрасывают, она меньше находится в атаке. Но главная концепция Сибири – это все-таки не игровая, а духовитая. То есть Сибирь до сих пор, как и в прошлом сезоне, принимает на себя шайбы. Сибирь поставится и бьется. И лидеры новосибирской команды по блокированным броскам теперь уже не Беляков, а Воробьев и Верещадин. И, в принципе, ставка на Салака, ставка на самоотверженность и на то, что концовка где-то даже Сибирь вытаскивает матч, это, мне кажется, может объединить в какую-то единую концепцию. И если говорить, опять же, не о команде, а о клубе, то Сибирь по-прежнему, как и раньше, раскрывает таланты. Это и Основин, такой челябинский танчик, который немного затормозил ЦСКА. Это Шаров, которого квартально в упор не видел. Я думаю, что Шаров вполне наиграл на то, чтобы попасть в олимпийскую сборную, но не Знароковскую, а Браташовскую. Ну, ты прочитал целую оду команде Сибирь, патриотическую, я это ценю. Попадете в плей-ф или нет? Я думаю, что с таким составом и с такой игрой Сибирь будет балансировать на грани восьмого места, как это было, впрочем, и в прошлом сезоне. Очень много ровных, плотных команд в этом чемпионате именно на Востоке. И от первого места до девятого буквально пара побед. И я считаю, что Сибирь зацепится в этом сезоне за восьмерку, в отличие от прошлого года, когда пропустили Новосибирь вперед Кунгунь. И выйдет плей-ф прежде всего за счет Салака, за счет его куражной игры, за счет его стремления попасть на Олимпиаду в Корею. Ну, поговорили о плей-оф, поговорили о Сибири. Поговорим о тех командах, которые, согласно регламенту, по окончании этого сезона неизбежно покинут лигу. Их всего будет три, как известно. Три и на Запад, и на Восток вместе. На твой взгляд, от нашей, от Восточной конференции, есть ли кандидаты на вылет и почему? Да, Андрей, конечно, есть кандидаты. И если смотреть на рейтинг после прошлого сезона, то их было сразу три. Это и Лада, и Югра, и Амур. Но я практически уверен, что не будет сразу трех команд с Востока на отчисление, потому что это внесет и дисбаланс в лигу. Да и Амур, который был в рейтинге одним из последних, это все-таки Дальний Восток. У нас политическая ситуация в стране такова, что есть акцент на развитие Дальнего Востока, и никто не будет оставлять Адмирал единственной командой с крайней точки страны. Лиге нужно Владивостокско-Хабаровское дерби. А вот Югра и Лада практически приговорены. На Югру не ходит народ. Там, в принципе, нет населения платежеспособного. И, в принципе, это маленький регион. И Лига сделала все время серьезную ошибку, пригласив Югру в КХЛ. И даже Захаркин не смог расшевелить это болото. А Лада, к сожалению, брошена своим руководством на произвол судьбы. И там ни о каких амбициях уже давно речи не идет. Хотя это первый не московский чемпион России. Так что Лада и Югра два очевидных кандидата на выход из КХЛ. Дима, еще один вопрос буквально на 30 секунд. Твой взгляд из Новосибирска. Ты наверняка смотришь ревностно за работу из Кабелки. Как тебе Кабелка в Авангарде? Нравится или нет? Нравится. Потому что Кабелка быстро настроил игру в обороне. Кабелка поставил большинство. И мы видим, как за счет игры в неравных составах Авангард многие игры выигрывает. И главное, что Кабелка открывает имена. Открывает Кошелева, Михеева. Дает новый глоток для Пьянова. И мы смотрим на Минеева, как он раскрывается в обороне Авангарда. Так что Кабелка свою главную функцию выполняет на 100%. Буквально через пару минут мы продолжим эту тему. А пока, пока немножко отдохните от нас. Смотрите далее. Авангард на выезде. Что это такое с точки зрения фаната? Вы смотрите овертайм. И как казалось в начале недели, Кабелка в Омске и сам успокоился, и команду успокоил. Вообще, если идет игра, посторонние звуки в раздевалке замолкают сами собой. А игра, как казалось, пошла. Матч Ярославли, выигранный вроде бы с минимальным счетом 3-2, на самом деле ни на минуту не давал усомниться в том, кто выиграет. Даже после того, как ярославцы открыли счет, была ясна ответная шайба. Лишь вопрос времени. Семенов сравнял. Пережогин вывел Омск вперед. Мартынов забил победный гол. Ярик сократил разрыв до минимума, но не более того. С трибуны за этим матчем наблюдали муж и жена Корчагины. Авторы первого успешного фанатского видеоблога про авангард. Они живут в Питере, но болеют за Омск. Так бывает. Это нормально. Они показывают так называемым диванным фанатам, что такое настоящее выездное боление. Авангард! 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 Раньше, когда я жил в городе Омске, посещал исключительно домашние игры авангарда. Мне было очень интересно, что происходит там на выезде за рамками телевизионной трансляции. И сейчас мы хотим, пытаемся показать, как там на чужих аренах. Хотим передать атмосферу вот этих выездных матчей, потому что она кардинально отличается от домашних. Го-о-о! Да, это факт. И даже вот после общения за камерой с Домиником, он прям сказал то, что вот это и их подстегивает, и нам эта отдача получается. Мы получаем непередаваемые ощущения. То есть у нас такой своеобразный эйфорий после каждой игры, после общения с игроками. А единение между болельщиками на выезде, так как у нас там пропорциональности, стадион там 9 тысяч, а нас 30 человек. Мы как одно целое, иначе никак. Мы хотим победы. Сегодня прям будет. Да, будет победа. Давайте на пятерку, пожалуйста, пообещайте. Порвать не знаю, но победить. Ждем вам хорошо. Скажи, ну быть выездным фанатом это довольно дорогостоящее занятие. Сколько у тебя уходит денег на то, чтобы выезжать вслед за командой на матчи? Получается, вот мы, чтобы вдвоем сходить там на хоккей, мы отдали 2,5 тысячи рублей. Хочется передать привет омским ребятам, которые купили на весь сезон абонемент там в районе 4 тысяч, по-моему, насколько я помню. Но мы с моей супругой подсчитывали иногда эти нюансы. И эмоции все равно, они дороже денег. Ты платишь за эмоции, не стоит задумываться, зацикливаться на цифры. Но мы ездим точно так же в ближайшие города. Москва, Череповец, Ярославль, Подольск, Московская область. Соответственно, из Омска точно так же же можно поехать, в Новосибирск, Екатеринбург. И я хочу, как сказать, призвать людей, что нужно хотя бы один раз в жизни попробовать съездить на выездную игру. И я вам гарантирую, вы ни капли не пожалеете. Это настолько прям заряд эмоций. Свой видеоблог под названием «Авангард на выезде» ты создаешь вместе с женой. Жена Амичка или петербурженка? Когда и как ты ее приобщил к хоккею? Это очень интересная история. Познакомились мы в Петербурге. А хоккея она вообще понятия не имела никакого. Но она знала арену Омск, так как она рассказывала. Когда-то в школе они проходили какой-то текст на английском языке, где рассказывалось про арену Омск. К спорту она равнодушна была абсолютно. Но после встречи со мной у нее изменилось впечатление. С этого сезона она уже прям следит за игрой, она успевает за шайбой. То есть она большая молодец в этом поддержке. И самое главное задает вопросы Фурху и переводит их. Вот это самое главное, да. Ты слышал о Авангард-фанатах поддержки сегодня? Да, да, да. Правда? Да, это было хорошо слышать наши фанаты тоже. Когда есть много людей, много локомотивных фанатов, я думаю, что там был в Глхуусе. И все равно я слышал их. Так, это было хорошо. Последний вопрос. На твой взгляд, кто из игроков Авангарда ближе всего к фанатам? Кто, скажем так, неформальный лидер настроений? Лидер мнений, так скажем. Ну, бесспорно, это Николай Лемтюгов. Даже вот на вот этих трех выездах он всегда общался с болельщиками. В принципе, все игроки открыты. Если подойти, никто не скажет тебе, там, не буркнет ничего. Каждый начнет с тобой диалог, каждый ответит на вопросы, которые ты ему задаешь. Это те же самые люди, просто играют в хоккей, который нам нравится. Вы смотрите программу Овертайм. Вслед за волевой победой в Ярославле последовал омский погром сочинцев на берегу Черного моря. 6-0. Хохряков, игравший в центре первого звена, вместо Фисенко открыл счет. Галимов отметился дублем. Стайс забил белорусский гол, а Анилев с Густавсоном положили парочку шведских. И это была хоккей-терапия для одного конкретного пациента. Эту женщину в инвалидной коляске можно увидеть на каждом домашнем матче «Авангарда». Впрочем, еще и «Авангарда» не было. А хоккей в жизни Ирины Матвеевой уже был. Это было 72-й год. Мне было ровно три. Была знаменитая серия с командой. Я не помню, на самом деле, первый раз видела хоккей по телевизору. Там была абсурдная ситуация. То есть я болела, мне вызвали врача, и скорая помощь Тайла ждала, пока маленькая девочка трех лет не досмотрит хоккей, потому что со слезами дайте мне досмотреть хоккей. Дяденька не забирайте. В ее дальнейшей жизни будет много больниц, врачей и машин скорой помощи, но еще больше хоккея. В 29 лет молодая женщина-спортсмен ломает позвоночник и оказывается прикованной к коляске. Еще через несколько лет ей ставят онкологический диагноз и отводят несколько месяцев жизни. Так начинался матч, где в соперниках у Ирины смерть. Этот матч, вопреки всем прогнозам врачей, продолжается до сих пор. Если пойти, как говорится, там на заклание себя заклачь, то вот тебе уже сказали, что все, лежи, помирай. Ну, это просто. У нас бывали же мы выигрывали. Это с каких матчей отыгрывались? С какого счета? Ого-го! Много не казалось. И да, это вот такое вот состояние, когда вроде беспроигрышная серия заканчивается победой того, на кого должны ставить. Хоккей оказывается на самом деле лучшее лекарство. По крайней мере, для нашей героини это так. Туда приходишь, там такая энергия, там не захочешь, поправишься. По-моему, там приходишь с больной головой, выходишь счастливый, да нельзя. В январе 2010-го команда «Авангард» сделала подарок Ирине в день ее рождения. После окончания матча игроки вывезли ее в коляске на лед, прямо в центр площадки. Был сюрприз, очень приятно. На самом деле, помню до сих пор. И очень многие люди это видели. И потом у нас были даже парадоксальные ситуации. Мы с супругом приходили на хоккей. И некоторые болельщики приносили деньги, чтобы наша команда выиграла. То есть давали деньги, когда мне не надо. Всякие люди бывают, там кто-то думает, что вдруг человек в коляске, может ему надо чем-то помочь. А это нет, это вот, чтобы «Авангард» победил. Есть дни, когда сердце болельчества «Авангарда» Ирины Матвеевой разрывается напополам. Это дни, когда в гости к «Авангарду» приезжает команда, в которой играет Александр Свитов, бывший омский капитан, ее любимый игрок. Ирина на арене неизменно в свитере «Авангарда» с фамилией Свитова на спине. Это Саша Свитова, Краги. 2005-2006 год. Серебро наше в них было завоевано. Они вот такие дырявые. Они вот такие вот тут вот с автографом. И это был первый подарок от Саши Свитова. Спасибо за ее поддержку. Всегда буду, если есть возможность, всегда ее поддержу тоже. Огромный привет ей. Спасибо за то, что она переживает за меня. Буквально на днях снится мне сон. Ну, то есть вот у нас сейчас была такая же ситуация по жизни, что, в общем-то, медики сказали, извините, будете умирать, полечим. Ну, вот открытым текстом примерно это так звучало. Вот и снится мне кошмарный сон. Я просыпаюсь и говорю, представляешь, мне приснился сон, что меня сегодня не пустили на хоккей. Мол, озвучили примерно так, что она давно и много ходит на хоккей, пусть теперь другие походят. И, ну, в общем, вот как-то так. И я говорю, я куплю абонемент самый дорогой, я все равно туда пойду. Я не знаю, говорю, как я туда залезу, но я все равно пойду на хоккей. Вы по-прежнему в овертайме. Авангард продолжил выезд матчем в Нижнекамске, который поставил некоторые тревожные вопросы. В отношении того, стабилизировалась ли игра команды или нет? Ведь ястребы уступили со счетом 4-5. Ну, а подведет итог своему турне омская команда в Уфе в пятницу. Вот в те минуты, когда вы в эфире смотрите наш выпуск, матч «Авангард-Салават» уже подходит к концу. Ну, а мы перенесемся в Приморье. Там тоже происходят интересные хоккейные дела и живут интересные люди, болеющие всей душой за хоккей. Всего 2882 зрителя пришло на матч Владивостокского адмирала с Челябинским трактором. Это антирекорд посещаемости хоккея в Приморье. И об этом сообщили все спортивные средства массовой информации. Одно забыли уточнить. Фетисов-Арена – одна из трех площадок в КХЛ, еще две находятся в Сочи, которая расположена далеко за пределами городской черты. Из Владика к Фетисов-Арене надо даже не ехать, а прорываться сквозь пробки. Несколько часов и десятки километров. Вообще-то это город Владивосток. Граница города, она еще где-то там. Но мне, например, как жителю Русского острова, от дома до вот этой арены 65 километров в один конец. Поэтому, как говорится, на один матч 130 километров туда-сюда накрутить, оно вроде и накладно, но для хоккея не жалко, и для нашего адмирала не жалко. Последнее время, вот буквально с месяца назад, городские власти говорили, что и в СМИ была информация, что планируется рассматривать вопрос, построить новую арену для адмирала на Русском острове. Но это был бы подарок, конечно, чтобы поближе к дому все замечательно было бы. В условиях, когда адмирал лихорадит, и команда находится в подвале турнирной таблицы, многие предпочитают не ехать с приключениями на арену, а смотреть хоккей дома или в заведении в уютной компании. Звезда НХЛ 90-х, осевшая в Владивостоке, экс-нападающий сборной России Александр Селиванов, стоявший 4 года назад у истоков адмирала, ныне отошел от дел и смотрит хоккей в собственном баре с созвучным нашей программой именем «Овертайм». Он считает, что сегодняшние проблемы адмирала психологические. Главное не падать духом. Потому что в этой ситуации надо как-то собраться все вместе. Потому что не может быть, и команда играет 4 звена, 20 человек. 20 человек должны собраться вместе всегда. Можно даже собраться без тренера и поговорить по-мужски. Это тоже вариант. Вы смотрели сегодняшний матч «Наменька» вот здесь, да? Я смотрел матч, да. Не было момента, когда хотелось встать и бросить кружку чего-нибудь безалкогольного в экран. И сказать, начинайте, наконец, уже забивать. Сколько можно? Иногда, ну, я берегу свои нервы от этого. И посуду. И посуду тоже. И экраны, да. После каждого матча в бар к Селиванову приходят фанаты. Фанаты – люди эмоциональные. После поражения, таких как от «Автомобилиста 2-4», в некоторые горячие головы, преимущественно, женские. Забредают панические мысли. А что мы все будем делать, если хоккея вдруг в Приморье не станет? Очень этого боимся, потому что сейчас, да, ситуация вот эта с Кузней, конечно, просто, ну, конечно же, боимся, да, особенно с учетом того, что этот сезон для нашей команды начался, это, сами знаете, просто провальней некуда. И, конечно же, боимся, не дай бог, занять место Кузни, так сказать, на вылет следующим. И, конечно, боимся, да. И без хоккея, ну, уже тяжело, уже тяжело, потому что, да. Что только летка, то под холст, если нас выпнут. Конечно, детская южно-ношеская школа же растет, да, они же смотрят на основную команду, они же тянутся. Они играют, надеются, что они вместе в Адмирале займут. Конечно, да, конечно, переживают, как без этого. Но отставить панику и свистать всех наверх. Во-первых, Адмирал после поражения от автомобилиста обыграл трактор в овертайме 3-2. Команда еще поборется за плей-офф. А во-вторых, никто хоккея в Владивостоке не бросит. Слишком много сил, нервов и, главное, денег в него вложено. В краю моряков хоккейный корабль не утонет. Почти все служили на морфлоте. Да, либо офицеры, либо в городе, да. Образование, вот, допустим, у меня тоже морское образование. Все когда-то побывали в морях? Ну да, я торговый моряк, моряков много. Поэтому тельняшка, как бы, само собой разумеющееся. Это свое, которое ты приобрел, служа в вооруженных силах. Я старшина 2-й статьи, командир отделения мотористов. Большого противолодыша корабля. Вот так. Так что тельняшка, это мое. И это не отодрать от тела. И вообще никак. У меня даже в военном билете так написано. Морфлот. Ну нет, даже и тут полосы. Кто играет за восторг? Адмирал Владимир Восток! Кто играет за восторг? Адмирал Владимир Восток! Адмирал! 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 Добавлю к этому, что в Приморье произошла смена губернатора и новый губернатор, как говорят, хоккейный человек. Проверим. Вот и все на сегодня. Через неделю встретимся снова. И все будет хоккей. Овертайм продолжается.